Доброе время суток, коллеги! С вами Александр. И в сегодняшнем обзоре мы подробно изучим, что предстоит нас ждать на текущую неделю с долларом. Хочу обратить ваше внимание на то, что данная запись и этот обзор был подготовлен у меня в это воскресенье. Если вам интересно то, что происходило на полной трансляции на моем YouTube-канале, вы можете перейти на ссылки в описании, изучить на мой YouTube-канал и в разделе «Трансляции» увидеть полный обзор, где мы рассмотрели с моими подписчиками золото, серебро, доллар-японец, к акции Apple, BNB. Там более подробно очень много точек кода в рынок для текущей другом неделе и на следующие. А также для вас у меня есть подарок для всех подписчиков канала Амаркетса. 9 мая у нас был День Победы и в честь данного праздника я хочу подарить вам курс моей школы. В моей онлайн-школе предоставлены 4 курса и я вам предоставляю первый стартовый курс, который стоит 5000 рублей. Но в честь праздника он будет предоставлен абсолютно бесплатно. Чтобы его получить, вам нужно будет написать мне в личку, вы как видите QR-код, можете приложить телефон, я вам предоставлю данный курс. Перед его получением мы с вами проводим совместный урок, на котором мы разбираем ваши ошибки, ваши вопросы, если вы хотите улучшить ваши навыки в течение одного часа. И на нем, соответственно, я расскажу, как пользоваться данным курсом. Как видите, в нем состоят от самого базового момента, чтобы понять, что такое трейдинг, до момента, что вы сможете как правильно открывать сделки. Вы сможете изучить платформы, такие как MetaTrader 4, сможете изучить TradingView. Вы можете узнать такие как основы, которые помогут реализовать ваши цели. Пишите прямо сейчас. Подарок можно будет забрать до конца мая. И будет получено только 9 учеников. Я беру их себе на школу. Ну что же, коллеги, теперь можем приступать к обзору индекса доллара. Вот у нас недельный график. Зеленый восходящий тренд у нас. Вот он здесь. Тут тоже, видите, у нас много уже подготовленных условий. У нас был пробит фиолетовый коррекционный уровень. Треугольник симметричный. Это сигнал, что рынок у нас готов дальше расти в этой ситуации. Идем дальше. Теперь у нас есть оранжевый импульсный восходящий коридор. Пока цена находится в нем, приоритет у нас на рост доллара. Но учитываем то, что промежуточный рынок у нас, конечно, будет как корректироваться. Она тоже будет. Вот. Теперь далее. Перейдем немножко поближе. На 4 часа. Мы в свое время предусматривали падение индекса доллара. Те в честь последний раз 22 апреля, когда мы были. Плюс информацию давал в своем телеграм-канале. Мы учитывали падение здесь. Рынок у нас четко все упал. Мы планировали то, что цена у нас дойдет до оранжевого уровня поддержки. Сейчас, я думаю, еще у нас есть куда падать. Вот. Пока цена у нас находится в таком вот голубеньком коррекционном коридоре. Сейчас вот у нас идет коррекция после падения цены. После того, когда цена у нас... Давай сейчас немножко верфи и боначи уберу. Вот так вот. То есть у нас, когда цена последняя сделала импульсное движение. Про голубенький, да? Вот говорим, коридор нисходящий. Вот. Вот когда у нас произошло это падение, мы построили сетку Fibonacci. И мы видим, как цена четко у нас дошла до уровня 61,8. Вот этот рост мы предусмотрели в телеграм-канале. Я предоставляю информацию по нему. Когда у нас пробился, у нас импульсное движение. И цена у нас четко дошла до 61,8. Что теперь? Что мы делаем? Смотрите. Мы берем от самого минимума. Вот как VR Fibonacci был построен. И ставим, соответственно, до самого максимума. Вот здесь. Теперь. Цена у нас пока в данном моменте находится в коридорчике. Мы сейчас его проведем. Вот по уровню 50. А, по 61,8 точнее. Ох, блин. Как неудобно. Коллеги, смотрите. У себя на графиках обязательно поточнее сделайте. Потому что у меня сейчас с учетом зависания, мне вот корректировать так тютельку в тютельку намного сложнее. Время затянется. И не успеем много разобрать. Так что дома обязательно у себя возьмите, красиво все прочертите, чтобы было все четко у вас здесь. Так вот. Такой вот у нас восходящий коридор. И здесь мы учитываем, пока цена находится в нем, приоритет у нас будет на рост цены здесь в данной ситуации. То здесь предстоит нам ждать на ближайшее время. На ближайшую неделю. Я считаю то, что рынок сейчас после достижения у нас вот этого голубенького уровня поддержки. Сейчас рынок у нас пробует дальше продолжить еще коррекцию к уровню голубенькому сопротивлению. И где-то в области него уже начать отскакивать. И думаю, вполне рынок попробует дойти до оранжевого у нас уровня поддержки основного тренда. Вот. Чтобы не проспать этот момент, я думаю, нам нужно ставить алерты на уровнях максимума, который у нас был до 61,8. Это 105,74. На этом уровне вот обязательно ставим алерт. Только не на нем самом, а чуть-чуть выше всегда ставьте. Ну и как на всех уровнях, которые мы обсуждаем сегодня. Чтобы ну просто тенью бьется, бьется, чтобы не звенело, у вас лишний раз уведомление приходило. А поставьте немножко повыше, все равно надо ждать пробоя, чтобы тело свечи закрылось. Так, вот мы идем, ставим. Так, сейчас момент посмотрю. Черный экран. А, индекс доллара, все, работает. Комментарий. Денис Кожаев. Спасибо, Александр. Рад вам помочь. 105,74. Если мы пробиваем, то там у нас потенциальный рост. Но важно отметить, в каком, смотря в каком положении, где будет находиться цена, угол вообще движения. Так, идем дальше. Вот у нас, смотрите, раньше цена у нас когда-то росла. И вот когда у нас цена вот этот уровень пробивала, здесь, ну видите, одним движением пробило, но видно то, что рынок его использовал не только как текущий момент сопротивления, как 61,8, но и как уровень поддержки. Когда рынок его пробивал, мы видим то, что цена у нас вот здесь скорректировалась на отметке, сейчас немножко повыше, 60,1, 106 ровно. Небольшая была коррекция. И потом дальше рынок у нас укреплялся здесь. Вот. И вполне стоит учитывать то, что у нас рынок повторит данную ситуацию, и после данного прорыва стоит это учитывать. Также у нас вот этот был синий уровень поддержки был пробит, его тоже можно уже убрать. Это как раз говорит о том, что пока у нас находится фаза коррекции голубенькой, да, например, а внутри нее у нас в синеньком коридорчике восходящем находимся мы. Так, вот. И в случае, если у нас 100, 105, 750 прорываем, то ждем роста до уровня голубенького сопротивления. 106 ровно ориентируем нас, и там уровень сопротивления. Но, смотрите, коллеги, если мы прорвем голубенький уровень сопротивления здесь, то уже в этой ситуации мы учитываем то, что цена у нас может дальше с большей вероятностью упадет уже у нас вверх. То есть цена вот выйдя из этого голубенького коррекционного коридора. Кстати, вот этот голубенький у нас уровень сопротивления должен быть пробит на дневном таймфрейме. То есть это вот обязательно. Вот тут пока надо бы остановиться до 106-190. Потом уже, когда цена у нас прорвет максимум, потому что здесь, объясню, почему остановиться. У нас вот в этой области, смотрите, много всяких теневых вот таких моментов. То есть рынок где-то там попытался пробить, там попытался пробить. Видите, отскакивал часто. Рост, отскок, рост, отскок. Предвидеть там, где соответствующая цена у нас скорректируется, начнет после роста сложнее. Так что у этого момента лучше зафиксировать прибыль и подождать пробоя 106-515. После его пробоя, так как раньше ждем роста до 107-126. Сейчас я просто этот коридорчик поставлю вперед. Соответственно, если у нас цена в синеньком коридоре будет находиться, учитываем ее движение цены. В рамках нее достижения сопротивления, поддержки, там будем предусматривать отскоки. Ну и как ранее, учитывали то, что если у нас там пробьется на дневном таймфрейме 107-400, то уже ждем более серьезного такого роста. Там уже 110, откат на 108-86 предусматриваем. Ну, там более глобальный у нас также 110-750, если пробиваем, идем к 113. Теперь немножко поближе посмотрим, в случае, если рынок у нас все-таки продолжит коррекцию к оранжевому уровню поддержки. То здесь стоит учитывать. Здесь, в принципе, хорошо себя показал уже уровень. У нас вот здесь немножко поставим повыше. Вот тут. То есть, это у нас 105-140. У нас цена от него в последний раз отскочила. И я думаю, в случае, если у нас рынок ее прорывает, то и синенький у нас уровень поддержки тоже прорывается, в котором сейчас цена находится, то вздумаем, мы будем падать. Ну, это будет как коррекция у нас в рамках данного движения. Вот у нас здесь. Учитываем то, что рынок у нас подойдет к отметке 104-90. От него предусмотрим откат. И основная цель – это оранжевый уровень поддержки. Если прям хорошее падение будет, то рынок попробует дойти до минимума 104-51. Вот то, что ранее он его тестировал. Так что, если сейчас на данный момент смотреть, я, кстати, в своем телеграм-канале озвучиваю информацию по поводу уровня инфляции по доллару. Может быть, там в текстовой форме дам комментарий перед выходом новости, что стоит ждать по доллару в среду, если я не ошибаюсь. Так что, здесь вот следующий коридор предусматриваем 105-14. Цель 104-51. Откат на 104-90. Просто цена, если доходит до уровня поддержки оранжевого, фиксируем прибыль. А 104-51, если пробивается, то ждем падение. И, кстати, оранжевый уровень поддержки, если пробивается на дневном, и уже уровень в этом случае 104-51, то ждем падение до 104-05. Откат на 104-23. Можно, кстати, учитывать то, что если на дневном пробьется уровень поддержки оранжевого, то на 4-х часов на таймфрейме можно ждать уже 104-51. Так, ну вот, если резюмировать, пока мы находимся вот в этом синеньком коридоре, на 4-х часов на таймфрейме, в принципе, пока еще есть логичное движение на рост к уровню сопротивления голубенького. Если мы его прорываем, то уже в этой ситуации у нас доллар все-таки пойдет к оранжевому уровню поддержки. Кстати, здесь еще один момент я предусмотрю. Вот у нас вот этот максимум, как мы взяли с биткоином от самого максимума до самого минимума. И здесь у нас вот этот 75-й уровень прорван. То есть это говорит о том, что скрытый уровень Fibonacci, который является очень сильным и качественным, прорвался, и это приоритет на продолжение роста цены. Так что если с учетом логики, с учетом технической картины, я думаю, с большей вероятностью стоит ждать укрепления доллара на следующей неделе. Это опять же может за один день пройти, да, до голубенького уровня сопротивления. И там уже отскок к оранжевому уровню поддержки. А биткоин, коллеги, смотрите, на 22 апреля, последняя у нас была встреча, мы в тот момент предусматривали падение биткоина. После пробоя у нас уровня поддержки. Вот у нас уровень поддержки формировался. И соответствующий синий, он у нас был пробит. Мы учитывали пробой падения с уровня 63.055 до 60.830. У нас это произошло. Далее после пробоя 60.830 мы учитывали откаты на 59.600, 57.800. Цена у нас даже упала ниже до отметки 56.632. И от этих ближних уровней рынок начал корректироваться. Цель наша 55.850 в принципе остается прежняя. Единственное, что здесь сейчас стоит подкорректировать в данном условии. Давайте, кстати, я немножко подальше так возьму, чтобы у нас обширнее картина была. То есть у нас, смотрите, коллеги, вот у нас недельный восходящий тренд. Далее мы видим то, что у нас рынок после вот этого импульса синего вышел из него. И рынок сейчас находится у нас в фазе коррекции. Красненький коридор. Далее у нас есть уровень сопротивления, который у нас пробился. Вот синенький сейчас, я его показываю тоже. Вот это у нас был нисходящий клин, фигурка у нас. И здесь, соответственно, мы видим то, что у нас тоже произошел прорыв. И как бы сигнал у нас то, что рынок должен у нас начать рост к красному уровню сопротивления. Но почему этого не произошло? Если мы возьмем веер Fibonacci, от самого начала данного движения, от самого максимума до самого минимума протянем. Вот мы видим то, что цена у нас дошла до уровня 61.8. Кто не знаком с данным инструментом, я сразу, коллеги, вот то, что я вам посоветовал посмотреть урок линии. Не, 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 кстати, там как завершение тренда. Вот посмотрите, коллеги, там вот классно мы раскрыли тему веера Fibonacci, как он помогает определять линии скрытые, которые используют крупные игроки. Вот мы здесь видим то, что у нас цена здесь четко, вот видите, дошла до 61.8 и от него отскочила. То в этой ситуации мы предпринимем. Первое, у нас уже есть четкие подтвержденные линии сопротивления, и вот эта синяя, которая у нас уже пробит, мы ее сейчас наоборот уберем и поставим ее на место. Вот здесь вот 61.8 ставим. Так вот, верфь бы началась ситуация, я убираю. У нас есть уровень 61.8. Немножко здесь вот поточнее сделаем. Так, и далее мы копируем здесь вот его следующим образом. И причем мы видим уже рынок с ним отлично отрабатывался, то что вот здесь было хорошее у нас взаимодействие с ним. То есть у нас вот импульс, вот у нас она, рынок корректировался. Вот тут снова видите импульс, четко от уровня поддержки отскакивал, взаимодействовался немного уже раз. Так что этот качественный угол наклона, который стоит учитывать. В этой ситуации мы можем предпринять для себя условие, то что рынок в принципе пока стремится к оранжевому уровню поддержки основного тренда. Это первое условие, которое стоит учесть. Далее, вот в этом моменте, то что цена у нас сейчас пробила уже коридор 60.830, буквально не дошла немножко до нашей цели. Что здесь учитывается? Потому что смотрите, цена сейчас прямо находится на данном уровне. И сейчас, если рынок у нас снова повторно его прорвет, 60.830, сейчас вот обратите внимание, видите, цена на нем прямо находится. Вот, это будет сигналом дополнительным, чтобы рынок у нас повторил данную ситуацию. И учитывая то, что рынок у нас будет готов отскакивать, а также приближаясь к уровню поддержки красного, но я думаю, больше интереса его сейчас будет дойти до синего. Есть также очень интересная закономерность на рынке, когда мы находим качественные линии тренда, если мы видим их пересечения, как вот, например, вот здесь, оранжевую линию поддержки основного тренда и ценового синего, вот у нас, который у нас идет сейчас коррекционный. Это у нас тут часто рынок находит такой хороший ценовой уровень. Вот, и здесь вот нужно учитывать, что рынок вполне может до него стремиться. Но, все же, если цена у нас дойдет до оранжевого уровня поддержки, то здесь уже все, если мы в продажах, закрываем обязательно позиции, потому что цена от него может отскочить. Даже если мы не дойдем до основной цели 55850. Вот, в связи с этим я учитываю то, что пока коррекция биткоина, я ожидаю то, что продолжится. В случае, если мы увидим на дневном, то, что у нас цена повторно его прорвет данный уровень, 60830, то стоит ждать как минимум повтора ситуации, когда цена у нас доходила до отметок 57000 долларов. Ну и с чем еще дополнительный отскок на уровне 50385. Вот, то, что рынок у нас повторит эту историю. Вот, и в случае уже дополнительного ослабления, там учитываем 50850. То, что я думаю, вот этот повтор у нас в ситуации будет. Но основной интерес это дойти до оранжевого уровня поддержки основного тренда. Теперь, возникает логический вопрос, как все-таки предусмотреть то, что начнется укрепление биткоина. Если мы рассматриваем в рамках, вот я вот, кстати, сразу скажу, в рамках вот синего коррекционного коридора на рост я бы здесь не рассматривал. Даже если тут будет небольшой отскок, коллеги, будьте, ну, крайне вообще готовы к тому-то, что тут близко, вот, подходя к этим линии сопротивления синего, рынок у нас может свободно развернуться от него. Вот, и если мы увидим то, что у нас здесь вот будет пробить вот этот вот максимум, вот тогда будет уже поинтереснее ситуация. Что здесь уже пробьется этот максимум, мы уже учитываем то, что рынок дальше у нас готов будет расти. Но это было бы, выглядело бы просто шикарно в случае, если бы мы вышли из красного пунктирного вот этого коррекционного коридора. Вот тогда бы был бы вообще прям шикарный уже условие, что цена у нас готова уже дальше идти в импульсе. Особенно было бы идеально, вот, если у вас есть, знаете, как идеализировать, как бы выглядела бы картина, чтобы биткоин показал себе с хорошей стороны. Вот, например, у нас здесь вот оно движение, вот импульс, вот она вот коррекция, вот, чтобы дошла до оранжевого вот этого уровня поддержки, отскочила от него, пробила. Вот это прям лучший вариант, чтобы действительно биткоин укреплялся. Вот, а не дойдя до уровня поддержки, ну, не очень, конечно, ситуация, но в случае, если он прорывает у нас уже красный пунктирный сопротивление из коррекции выходит и пробивает данный уровень 65, давайте 65,600, то предусматриваем уже рост к отметкам вблизи 71 тысяча долларов. Причины, по которым именно данные условия выбрали мы, это у нас вот здесь цена доходила, когда вот росла. Именно по телам свечей есть тоже закономерность, то, что рынок любит порой доходить не до самой тени, например, вот сейчас ситуацию разберем. Вот, знаете, у нас есть максимум, и рынок не всегда любит после даже коррекции возвращаться к этому максимуму, он любит тут по телу свечи, где закрывается на рабочем таймфрейме, и цена у нас, соответственно, может дойти до по телу свечи и от него отскочить. Это, кстати, так и формируется у нас и двойная вершина в данной ситуации. Вот, и здесь бы я учитывал как раз 71 тысячу долларов. Промежутки учитываем, конечно, коррекцию, а коррекцию я бы предусмотрел бы здесь на отметке 68.400. Сейчас именно пунктирным сделаю. Да, вот так вот. Почему здесь, обратите внимание, здесь когда-то цена у нас доходила до данного уровня, и, соответственно, мы учитываем то, что рынок у нас здесь вот начал корректироваться. То есть, когда у нас цена снизу вверх шла, то есть мы учитываем рост в этой ситуации, как рынок уже себя проявлял, здесь рынок у нас разворачивался, и потом уже доходил до основной цели. Так что здесь тоже учитываем коррекцию до 71 тысячи долларов на 68.300, 68.400 ждем отката. Вот в данном примере. Вот, мы рассмотрели ситуацию пока на падение и рассмотрели на рост. Условия прежние, как ранее я рассказывал, если у нас прорывается 74 тысячи долларов биткоин, ждем до отметки 80 тысяч долларов, откат 76.940. Но учитываем то, что рынок может начать разворот на 78.850. Вот на этих уровнях уже стоит ждать, что рынок будет готов у нас разворачиваться. Особенно если цена у нас дойдет до оранжевого уровня сопротивления. Там уже стоит, конечно, фиксировать уже прибыль обязательно. Данные уровни я определил по золотому сечению Fibonacci, найдя скрытые уровни в сетке Fibonacci. Есть скрытые уровни, которые используют крупные игроки, банковский сектор, хэш-фонды. И их, соответственно, мы раскрываем уже на моей школе. Так что здесь вот эти уровни себя хорошо уже провели за многие годы. И ждем просто подтверждения роста, пробоя у нас должен быть. Спасибо, что досмотрели до конца данный обзор. Можете подписываться на данные мои социальные сети, где мы с вами разбираем интересные торговые ситуации в течение недели. Также в ссылке в описании вы можете зарегистрироваться в личный кабинет Амаркетса для открытия твоего счета. Ну что ж, коллеги, с вами был Александр. До встречи. Пока-пока.